здравствуйте друзья здесь демитков юрий последнее время я немного нервничал почему потому что очень хотелось уехать в отпуске у нас что-то не очень получалось мы оформляли визу в финляндию но мы хотели сказать через всю европу и так далее вот подали заявку на визу еще 25 июля раньше визу оформляли финны в течение трех дней а сейчас в общем сказать буквально три недели вот и это с одной стороны с другой стороны у нас с машиной тоже были проблемы и никак не могли сделать там двигатель ремонтировали и все это висело на волоске конечно нервничали но в результате финны очень здорово задержали с визой ну и машина в последний момент только в общем-то сказать была сделана но еще не вполне хороша вот но тем не менее буквально вчера вот мы должны были визу получить 13 числа но 13 числа я поехал паспорта были не готовы сказали приезжайте завтра и вот вчера мы поехали уже со всеми вещами уже сказать на машине которые еще но только-только сделано она немножечко не очень хорошо вот и ровно в четыре часа вечера уже после обеда нам выдали паспорта и мы ломанули у меня было мало времени но что я сделал со своими активами я не особенно дергался я видел что до 13 числа нефть резко выросла там многие у меня в чате писали что все хорошо вот но я еще раньше говорил что я с акциями ничего делать не собираюсь с долларами ничего делать не собираюсь и я купил еще недели две назад открыл позиции по индексу ртс то есть если все будет падать то индекс ртс будет падать а если доллар будет расти то индекс ртс будет падать еще сильнее поэтому я купил в шорт открыл два индекса ртс и купил же два опциона put на индекс ртс ну то есть в общей сложности я уже говорил об этом где-то я захиджировал активы намного больше чем их у меня есть даже и поэтому когда активы выросли то в общем то сказать я наблюдал падение своего депозита но я не нервничал я спокойно к этому относился потому что и опционы и фьючерсы там до 19 сентября как минимум поэтому я спокойно на это наблюдал то есть у меня все захиджировано когда акции растут у меня да у меня падал депозит но ничего страшного в принципе от этого не происходило вот и вчера когда я получил мы получили паспорта я еще посмотрел там был интернет я посмотрел да там на балансе у меня но текущее состояние который вот ну он упал и упал вот уже когда мы спустя час выезжали из москвы покупали транспондер на платную дорогу то в общем то я увидел внезапно что мой депозит вырос буквально на 20 тысяч рублей вот был страшно удивлен думаю что-то случилось серьезное вот но в принципе ничего страшного не случилось на самом деле то есть американцы объявили что они откладывают введение своих санкций против китая это вызвало резкое падение цен на нефть которая только что до этого выросла вот и соответственно падение индекса но падение всех российских акций это знаменовалось и ростом всех американских акций у меня есть и американские акции есть российские акции которые упали вот но при этом фьючерс и опцион выросли очень здорово в цене подпрыгнули поэтому в общем сказать все было хорошо поэтому что я хочу сказать что моя стратегия хеджирование сработало все прекрасно и вот сейчас вы видите что я нахожусь финляндии вот это таветти кемпинг в принципе мы здесь вот посмотрите да это вот озеро я даже не знаю какое оно одно из озер финляндии здесь сплошные озера вот и вот он вот вы видите наша машина семиместный минивэн ситроян который вот долго долго делался и вот этот вот коттеджик небольшой вот их здесь несколько что приятно вот именно с этим коттеджиком у нас связаны вообще воспоминания дело в том что мы уже здесь останавливались мы были здесь дочерью и вот на этом самом месте года три или четыре назад дочь сидела на этом камне и вот именно рисовал этот коттеджик было очень тихо и спокойно и было здорово на самом деле очень приятно когда активы все защищены захеджированы и и можно путешествовать совершенно спокойно сколько угодно поэтому поэтому друзья мои этим надо заниматься и для того чтобы быть спокойным во первых а вторых для того чтобы но можно путешествовать безгранично абсолютно то есть следующем году я думаю что надо нам визу дали на два года то есть мы еще буквально и в следующем году и через один можем ездить сколько хотим в общем сказать там мультивиза поэтому здесь в этом смысле все хорошо и этим надо заниматься какие активы у меня опять же как я говорил есть какие-то надежные активы это вот акции российских компаний которые я подобрал есть есть опционы есть фьючерсы во всем в этом надо разбираться и как раз вот 15 сентября собираюсь открыть новый курс биржи для чайников можно сейчас предварительная запись к сожалению сегодня уже последний день когда можно было за полцены вот сегодняшнего дня я повышу немножечко оплату но она все равно будет льготная живой курс будет стоить 7 с половиной тысяч сегодняшнего дня заочный так 5 вот поэтому поэтому вот спешите друзья мои надо делать активы надо делать чтобы активы не падали это возможно вы прекрасно видите что вот пожалуйста вот он пример живой когда акции упали зато фьючерс вырос вот ну и так далее поэтому поэтому этим надо заниматься сейчас поставьте пожалуйста лайк спасибо за внимание с вами был демитков юрий